Новый год, новая выставка. Живопись, батик, керамика. Три вида изобразительного искусства объединились в залах Щелковской художественной галереи. Над организацией и оформлением выставки коллектив работал под руководством нового директора Ирины Богдановой и при участии Щелковского историко-краеведческого музея. Тем более, что два из трех авторов, супруги Марина и Виктор Орловы, в музее уже выставлялись. Но здесь, в галерее, больше возможностей красиво представить масштабные полотна, в частности, заслуженного художника РФ Марины Орловой. Всю жизнь она посвятила росписи тканей в технике батик. Участвовала в десятках выставок в России и за рубежом. Ее работы хранятся во многих музеях и картинных галереях, в частных коллекциях и даже в постпредстве России при Совете Европы в Страсбурге. Одна из ведущих тем в творчестве – любовь к родине и ее традициям. Работы Марины Орловой по-новому открывают искусство батика, который перестает быть декоративно-прикладным и переходит на совершенно иной уровень. Самая любимая работа, по признанию художницы, та, которая еще не написана. А о тех, что можно увидеть, Марина Эдмундовна рассказала гостям выставки. Я рисовала, когда подхожу к этим женщинам и говорю, почему у вас одни женщины в кости траву, вообще степь. Чуваши – это степь с оврагами. Я говорю, а где мужики-то ваши? Рыбу ловят. То есть там в основном всю такую вот трудную работу выполняют женщины. Большой интерес гостей вызвало вот это полотно – триптих «Противостояние прошлого», написанный к юбилейной выставке, посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 года. Произведение выполнено в технике «Горячий батик», когда рисунок наносится расплавленным воском. Работа над этим полотном заняла полгода. Конечно, думала, как вот, что изобразить, как изобразить. И это, чтобы все было декоративно. И в то же время не назойливо, не навязчиво, не в лоб. И, ну, думала, думала, придумала. Очень много эскизов было сделано. На живописных полотнах Виктора Орлова – красота родной природы, которой он готов восхищаться в любое время года. За свою творческую жизнь Виктор Орлов создал более полутора тысяч графических и живописных работ, хранящих его неповторимый стиль. Один из источников вдохновения находится в Вологодской области, где у семьи Орловых летняя дача. Те края вообще очень творческое место. Там жили и живут многие художники и писатели. Это наша терраса любимая, где грибы, ягоды, там приходишь, река совершенно роскошная, Кубина. Любимое место, куда мы летом уезжаем на некоторое время работать. Эта работа, она как раз о солнце, о бутре, о радости, о том, что мир прекрасен, и мы его должны сохранить в прекрасном состоянии. Третьим направлением выставки стало гончарное искусство солнечного Дагестана. Низами Шерифов – потомственный гончар из села Испик. Древнее мастерство Низами передал его дедушка. С тех пор он занимается возрождением испикской керамики, одного из старинных дагестанских ремесел. На выставке представлены гончарные формы крупных размеров, интерьерные кувшины, амфоры. А также мастер занимается изготовлением предметов утилитарного назначения. Было решено дополнить эту выставку гончарными изделиями, которые очень хорошо вписались в пространство и поддержали работы живописные и выполненные в технике батик. Галерея, художественная галерея – это вообще особое пространство, где формируется вкус человека, где прививаются эстетические прекрасные порывы человека, потому что общество, его вообще нужно воспитывать, в том числе и эстетически. И я сегодня благодарю весь коллектив Щелковской художественной галереи за прекрасное оформление работы. На открытии выставки можно было не только увидеть высокое искусство, но и услышать его. Русскую классику, бессмертные произведения Рахманинова и Сверидова профессионально исполнил дуэт Анны и Николая Пургиных. Выставка «Пою моё отечество» будет работать в Щелковской художественной галереи до 25 февраля. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.